Пилотажная команда Югры стала победителем чемпионата страны и всероссийских соревнований по самолетному спорту. 27 августа на аэродроме Боровая состоялась церемония закрытия мероприятия. Второе и третье места в командных состязаниях заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Воронежской области соответственно. На протяжении четырех дней за мастерством пилотов самолетов Як-52 следила бригада высококвалифицированных арбитров. Мы были очень близко по счету, поэтому до последнего дня никто не понимал, кто же займет первое место, чья команда тоже выиграет. У нас получилось выиграть в команде, а в одиночке мы еще покажем своих. Я уже во многих чемпионатах участвую, но это был самый трудный мой чемпионат. Соперники были самые тяжелые, это был мой тренер, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу. И трехкратный чемпион мира по высшему пилотажу Михаил Мамистов. Вот такие были мои соперники, но я с ними попытался побороться. В общем, показал хороший результат, я считаю, что это очень хорошо. Поэтому, ну, все удалось. Слетали как? Слетали, в общем-то, старались, да, в силу своих возможностей, вот Максим правильно говорит. И, а дальше уже как судьи оценили, так и получилось, да. Поэтому тут считаем то, что результат все равно хороший. И будем готовиться к следующему сезону. Я вот очень-очень доволен тем, что получилось поучаствовать в соревнованиях. И, в общем-то, рад, что удалось посетить город Сургут. На чемпионате России по самолетному спорту фигуры пилотажа демонстрировали летчики и летчицы из Калуги, Самары, Перми, Москвы и других городов. Свидетелями первых соревнований в истории всего Уральского федерального округа стали сотни сургутян. В субботу для гостей события организовали выставку техники. А перед тем, как свое мастерство показали парашютисты, небо над Боровой окрасилось в цвета российского флага. Перформанс устроили с помощью пиротехники. Зрелищным завершением праздника стало выступление единственной в нашей стране женской пилотажной группы «Барсы». Сегодня вот встречаюсь с нашими жителями, особенно с молодыми мальчишками, маленькими, подрастающими поколениями. Эти искрящиеся глаза, которые у них, это дает возможность для того, чтобы вот такие соревнования. Что появятся новые летчики, появятся новые наши чемпионы. Когда люди занимаются чем-то очень интересным в своей жизни, и они горят этим, и отсюда вкладывают какие-то ресурсы. Ресурсы человеческие, физические, ресурсы материальные. И вы понимаете, что может получиться вот так.